Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня в Паклюке прошли гонки-преследования, и мы подведем их итоги. У женщин, в общем-то, на подиуме оказались все те же, что и в спринте, только несколько в другом порядке, а сама гонка приобрела такой характер настоящей погони, когда Эльвира Эберг постоянно убегала от преследовательниц, те ее догоняли, первой догнала Жулья Симон за счет более быстрой стрельбы, но промахнулась и затем отстала, потом к ней приблизились уже Доротея Вирера и Паулина Фиалкова, но и они не справились с идеальной стрельбой. В итоге Эберг, не показывая привычной самой высокой скорости на лыжне, сегодня за счет 4-х нулей одержала победу, и никому больше из лидеров не удалось показать такую идеальную стрельбу. Не помню, когда у Эльвира еще была такая связка без промахов, то есть спринт и преследование. Но в итоге она побеждает и сокращает отставание от Жулии Симон в общем зачете Кубка мира. Что касается француженки, сегодня бросалось в глаза, что на подъемах она выглядела не очень свежо, ее лицо обезображивало гримаса и видно было по движениям, что шла тяжеловато. Тем не менее, на зубах зацепилась и на последнем круге смогла отбить атаки и сначала Маркета Давидовой, затем Паулины Фиалковой Ботовской и в итоге отстояла свою третью позицию. Ну а второе место у Доротеи Вирер, которая провела практически идеальную гонку, если не считать одного промаха. И блестящая скорострельность на рубежах позволяла ей отыгрывать. Ходом она также не проигрывала сегодня Эльвири Эберг и последний круг в общем-то держалась достойно, не подпуская соперниц. И в итоге заслуженное второе место, второй подиум подряд для итальянки, которая начало этого сезона провела не столь блестяще. Ну и также стоит отметить, что первый рубеж в общем-то все лидеры прошли очень четко стреляя, за исключением, вот единственный промах сделала Давидова. Ну и даже есть такая статистика, что 28 из 41 стартовавших чисто прошли первую лёжку. Что касается остальных участников, то, конечно, Дениза Херман мощно смотрелась на лыжне и догоняла до последнего, была близка до того, чтобы дотянуться до пятёрки и обойти Давидову, но слишком увлеклась погоней и на последней спусковой части пропустила атаку Линн Персон, которая в общем-то всё время колёсничала за ней в этой гонке, но на финише показала свою силу и обошла знаменитую немецкую лыжницу и биатлонистку. В итоге общий зачёт сильных изменений не претерпел, также лидирует Симон, которая продолжает коллекционировать серию бодиумов, но Эльвира Эберг постепенно по крупицам приближается к ней за счёт второй победы подряд. Что касается остальных, то можно отметить хорошую гонку опять в исполнении Эми Базерги, молодой швейцарки, которая в 21 год отыграла две позиции и, в общем-то, поднялась на 12 место. Это для неё, безусловно, успешный результат. Что касается Юлии Джимы, которая стартовала в 19-й, то начала она с промаха, затем нормализовала стрельбу, но последний рубеж превратился для неё в катастрофу. Это три ошибки подряд и в итоге только 35-е место, причём примечательно, что в борьбе за 34-ю позицию она уступила Алине Стримаус, у которой три промаха сегодня, но она зато справилась с последним огневым рубежом. И также достаточно уверенную гонку провела Екатерина Авакумова, хотя начала её с двух промахов, но затем стреляла безупречно и также отыграла две позиции, поднявшись с 40-го места на 38-е. Ну и переходим к мужской гонке. Йоханнес сегодня мог себе позволить промахиваться по разу на каждом из огневых рубежей и без проблем удержал бы лидерство, но задачу эту даже перевыполнил, допустив всего два промаха на втором и третьем рубеже. Уже сразу с первых метров дистанции он принялся увеличивать отрыв от Легрейда и Тария Бео, и затем, даже после промахов, он быстро восстанавливал своё минутное превосходство, поэтому не оставил ни одного шанса соперникам как-то усомниться в своей силе и одержал заслуженно седьмую победу в десяти гонках этого сезона. Да, у него были проблемы в контактных гонках после спринтов с четырьмя рубежами, когда он промахивался многовато, но в этот раз Йоханнес настолько имел преимущество на лыжне, что мог уверенно чувствовать себя и на рубеже. Что касается борьбы за второе место, то удерживать его Тарию было не так просто даже с чистой стрельбой, потому что стрелял он дольше своих конкурентов и сначала на рубеже пропустил Легрейда, затем также уступил тандему Джакомель Фион Мае, причём Кентен сегодня выглядел очень здорово на лыжне, наверное, провёл лучшую гонку этого сезона и уже стал напоминать себя прежнего. Потому что если вчера, например, Джакомель у него ходом легко отыграл 30 секунд стартового гандикапа, то сегодня он с молодым итальянцем зарубался, и заруба была действительно очень жёсткая перед последним огневым рубежом, когда они убегали от Тарии. В итоге оба намазали, но Джакомель сделал два промаха. Тарии имел шанс полностью взять в руки серебро, если бы не промазал последним выстрелом. В итоге жаркая борьба на последнем круге. Легрейд сегодня тоже был небезупречен. На третьем рубеже допустил две ошибки и из-за этого откатился назад, но затем попытался атаковать. И в итоге борьба на последнем круге за медали развернулась между двумя норвежцами и французом. Легрейд отстал первым, а Тарию Бео удалось переложиться к Кентену и даже обойти его. Но в итоге на последнем подъеме атаковал француз и оставил за собой небольшой просветик, который позволил ему выкатиться на финишную прямую первым и не дать приблизиться к Тарию. В итоге два брата снова сегодня на пьедестале, но у старшего уже не серебро, а бронза, а Кентен Фион Майе, в общем-то, провел самую сильную гонку в этом сезоне. Легрейд остался вне пьедестала на четвертом месте, ну а что касается Джекамеля, то парень прошел чисто три огневых рубежа, хорошо зарубался с сильнейшими биатлонистами и лишь на последнем сделал два промаха. В итоге сил у него на финишный круг не хватило, но он остался на пятом месте, это лучший результат в его карьере. В итоге шестерку же лучших замкнул Ветли Кристиансен, который сегодня работал паровозом, постоянно тянул за собой большие группы, но и в итоге доказал лишний раз, что является хорошим финишером. Что же касается снайперских качеств, то, конечно, стоит отметить результат Никласа Хартвега, другого молодого таланта, который единственным из группы лидеров, кто сумел отстрелять на ноль, и этот результат позволил ему подняться на десятое место. Тимофей Лапшин боролся поначалу за цветы, но два промаха на одном из огневых рубежей, когда он пошел за Джекамелем, немножко не в своем темпе, в результате не справился со стрельбой, откатился назад, но тем не менее на последнем круге, вот в этой большой куче, он свое место в десятке удержал, показал девятый результат, и, в общем-то, приятно, что русские люди остаются на Кубке мира, даже без России, и показывают хорошие результаты. Что касается других таких важных моментов в этой гонке, то стоит отметить, конечно, то, что норвежцы массированно очень выступили, как всегда, но и приятен результат команды Швейцарии. То есть помимо молодого Хартвега у них появился Штальдер, при этом Финело и еще четвертый человек, Серафин Виснер, также попали в очковую зону, что в преддверии эстафет дает швейцарцам очень неплохие шансы, тем более, что и женская часть у них не отстает. То есть это команда, одна из самых прогрессирующих в этом сезоне, для меня большое открытие, и то, что швейцарцы потеснили уже своих соседей, австрийцев по многим параметрам, и здесь показывают действительно такие серьезные результаты. Ну, в общем-то, на этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.